Приветствую вас. Вопрос, в общем-то, про одно. Почему интеллигентному воспитанному мужчине нравится неприличная девушка, которая может с ним говорить матом и вести себя грубо? В общем-то, дальше идёт текст, но я, пожалуй, не буду его читать, потому что весь текст, в принципе, про это. Итак, пишет другая девушка, которая говорит, что она нежно-мягкая и говорит о том, что её нежность и мягкость не вызывают у мужчины вообще никаких эмоций. А эта девушка вызывает эмоции и довольно сильно. Естественно, к неудовольствию, я полагаю так, автора вопроса. То есть, ну, тут как бы всё само собой разумеется, да, и на мой взгляд всё само собой понятно, понятно, что с какой целью такой вопрос задаётся. То есть, ну, от обиды такие вопросы задаются, от ревности такие вопросы задаются, от какой-то вот... ну, от какого-то ощущения беспомощности, на мой взгляд, такого рода вопрос задаются. То есть, это всё чисто так вот, по-человечески-то понятно. На мой взгляд, понятно и то, почему мужчине нравится такая девушка. Потому что она отражает то, что этот мужчина хотел бы сам. Вот. То есть, она отражает его собственные желания. Она отражает его собственные потребности. То есть, она своим поведением иллюстрирует то, каким мужчина хотел бы видеть себя. Вот. То есть, мужчина, получается, несколько тяготит его такое состояние. Несколько тяготит такая вот, ну, возобласть, склонность, может быть, правильность. Мужчина это всё тяготит. И он хочет больше активности, он хочет больше страсти, он хочет больше эмоциональности. И скажу страшную вещь, возможно, но это нормально. Люди в отношении часто выбирают партнёров противоположных себе. То есть, они выбирают таких партнёров, которых есть качества, которых нет у них самих. Так это работает. Вот и вся история. Мужчине самому не хватает смелости, не хватает, не знаю, какой-то дерзости, не хватает активности, не хватает свободы. И он выбирает такого человека, который его зажигает, будет в нём эмоции. Искруй даже. Не каждый человек, не все, не все люди могут выбирать себе партнёры, такие же, как они. Кто-то может, а кто-то нет. И вот мужчина, которого вы описываете, он не может. Просто не может. Нормально ли это? Да. Другое дело, что вы снова и снова как-то бьётесь в явно закрытую дверь. То есть, вам человек говорит, нет. Вам человек говорит, ну, ты просто друг. Вам человек говорит, ну, ты хорошая девушка, но с тобой мне не очень. Вам человек об этом прямо говорит. Вот. А вы продолжаете встречаться, бить за стен. Вот. И, в общем-то, эта история про то, что вы его мужчину, ну, мужчину, которого вы описываете. И не то, чтобы любить. Вы не принимаете его выбор. Вы не принимаете его предпочтения, его приоритеты. Не то, чтобы вы должны это делать. Правильно. Тоже очень важно. Вы не должны. Но вы не принимаете. Вам всё помешает. Какое-то обесценивание себя. Обида. Связанная с тем, что вы не принимаете себя. Злость. То есть, вот эти все эмоции, эти все чувства не позволяют вам дышать в свободной груди и быть с тем человеком, который способен вас оценить. Вам важно доказать, что вот этот человек, вот с этим человеком, именно с этим человеком, я хочу и я могу построить отношения. И не особо важно, хочет он это или нет. Не особо важно, может он это или нет. Ну а он, в общем-то, не может. Это очевидно. Но вы этого не принимаете. Потому что, как-то получается так, что вы, если примете данный аспект, как-то получается так, что вы, если признаете это, для вас это проигрыш, проигрыш будет. Для вас это неудачей будет. Вашей собственной, вашей личной неудачей. Хорошо ли это? Для отношений нет. Для доказывания чего-либо и самоутверждения тоже нет. Потому что ничего вы никому не докажете. Потому что все люди разные. И мужчина, о котором идет речь, он со своими особенностями. И вы со своими особенностями. Понимаете? Но вот не всем нужно такой тип, какой вы описываете. Кому-то, 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 кому-то подойдет. Это правда. Но кому-то же и нет. Кому-то же это не подойдет. И вот мужчине, которого вы описываете, вот ему не подходит. А вы воспринимаете это как что-то очень негативное. Почему? А потому что вот здесь как раз проблематика у вас. Самая цель, вы сравниваете себя с ними. А значит, вы привыкли сравнивать. Ну, вообще, глобально не только вот применительно к этой ситуации. А вообще, вы привыкли как-то сравнивать. Вы привыкли сравнивать себя с другими. Любое сравнивание себя с другими. Это обесценивание. Понимаете? То есть вы, по сути, готовы себя обесценивать. И вам от этого больно. Хочется спросить, а как? 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 Как вы дошли до такого? Как вы пришли к тому, что на полном серьезе сравниваете с другим человеком? Вам так хочется быть с этим мужчиной? Задайте себе вопрос. Чего именно вам хочется? Задайте себе вопрос, чего именно я хочу? Чем он меня так привлек? Почему именно он? Не в смысле того, нет. Не в смысле того, что это неправильно, нет. Просто задайте себе этот вопрос. Это, это интересно. Это очень интересно. Вам самой, для понимания того, что, как, для понимания того, а есть ли любовь, ведь любовь это принятие, человек заинтересованность, его рост, его развитие, а есть ли здесь развитие и рост, я имею в виду, вот, по отношению, вашему отношению к человеку? Есть ли здесь вот ЭПО? Не то, чтобы это должно быть обязательно. Речь опять же об этом. Речь именно об этом, чтобы вы как-то вот просто задали себе этот вопрос. Если это всё, что просто я чувствую к человеку, по факту. Вот на этом, мне кажется, вам и нужно сейчас обратить своё внимание. Я, конечно, не знаю, хотите ли вы на это обращать своё внимание или нет, но было бы очень здорово, если бы вы это сделали. Как мне кажется, вам было бы это полезно. Немножечко так сместиться. Немножечко так сместиться в сторону об человека к тебе. Вот прям было бы очень полезно, по моему мнению. Вам в данный момент. Но опять же, опять же, я не знаю, хотите ли вы. Я вообще не знаю, чего вы хотите. Сейчас. Вы говорите, зачем она ему нужна? Откуда же мы можем знать? Нужна и всё-таки. Зависимость у него от неё выше 50? Да, может быть. Может быть зависимость. Только его всё устраивает. Ему всё нравится. У него никаких проблем нет. Проблема есть у вас. Вы страдаете, а не он. Вот и всё. И вы можете страдать так ещё долго. На самом деле всю жизнь вы можете страдать. Куда ты приведёшь? Понимаете? А потому что выбрали, выбрали вот, выбрали такой путь. Выбрали вот такую поведенческую мобиль. Выбрали так, ну, с собой обращаться. К сожалению. Вот выбрали вы. Поэтому, если хотите меняться, меняться сами, менять свое восприятие себя, людей, мужчин в том числе, вот, то выбирайте психолога и начинаете работать со специалистом. Изменения не доставят себя ждать. Если просто интересуетесь, почему человек так себя ведёт, то на этот вопрос мы не ответим. Потому что мы не обсуждаем третьих лиц. Ну, мы этим не занимаемся. Вот. мы психологи, мы не можем обсуждать третьих лиц. Мы можем обсуждать только тех, кто не к нам обращается. То есть вас. И помочь решить вам ваши проблемы. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Удачи. 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 Удачи.